В 10 часов утра украинские военные открыли огонь по позициям ополченцев. Сегодня, скажем так, особо тяжелого не было. Единственное, 80-е минометы, а уже они на завершение отработали 80-ми. 82-й, 80-й. А это старая воронка? Это, ну это вот, вот я жарю неделя, полторы. Вот воронка, вон мина. А это воронка от чего? Тоже 120-я. И как часто нарушают режим? Ну, я же вам говорю, ну, раз в неделю, два раза в неделю тут постоянно какие-нибудь движения. За этим лесом, на расстоянии одного километра, находится поселок Трехизбинка. Там стоят украинские войска. И периодически этот блокпост обстреливается. Откуда летят снаряды, можно увидеть вот по этой мине. Она прилетела, вот так траектория. И осталась в дороге. Кстати, снаряд целый, а по этой дороге периодически ездят мирные жители на машинах и просто пешком ходят. На Пасху вечером они тоже 80-ми минами. А в понедельник утро с АЭСа. А это где? Вот этот вот этот? Ну вот, корень. Он заваленное дерево. И под него прям легла мина. Ну сейчас дождь. Я вот, было в сухо. Это все было видно хорошо, свежее. Все это было. Правда, по сообщениям украинских СМИ, ополченцы сами первые открыли огонь. И если верить этим публикациям, их позиции находятся в конце дороги. Это где-то 500 метров отсюда. Заместитель руководителя АТО Валентин Федичев рассказал о готовящемся якобы наступлении на трехвизбинку 18-19 апреля. Опять все, да наоборот ситуация. То есть, готовится провокация, тут же вбрасывается в СМИ и обвиняется наша сторона. О том, что украинские военные готовились к этому обстрелу, говорит этот факт, что уже несколько часов эта дорога пустует. Они просто перестали пропускать людей из трехвизбинки в Славяно-Сербск. Ольга Рогожина, Александр Ушаков, Славяно-Сербский район.